Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и мы продолжаем нашу передачу вы видите у меня слева от меня справа от вас продукты лежат и уже сразу догадывается речь сегодня пойдет о фуд фотографии правильно но что делает на этой стороне три косметических зеркала тут могут возникнуть некоторые у вас и непонятки как это совместить а дело в том что я сегодня решил тоже устроить небольшой эксперимент что касается продуктов мы с вами сделаем простенький но вкусненький такой картофельную запеченный картофель с добавками и так далее то есть все это будем смотреть сейчас одену колпак и начну что касается зеркал я вообще не любитель зеркал вообще я вам сразу скажу слишком для меня это жестко слишком для меня это как-то ну не знаю но дело в том что я недавно будучи в интернете посмотрел одну из схем и я вам когда-то говорил что я проверяю некоторые вещи которые допустим вызывает во мне небольшие подозреница и вот та схема которую нам предоставил наш зарубежный коллега я не знаю англичанин или там кто на английском говорил мне было очень интересно что он говорил мне было интересно как он поставил свет и вот там у меня закрылись некоторые подозрения что там не все так просто или чисто как говорится я решил это проверить нет ничего лучше как взять самому сделать и проверить и поэтому я вас приглашаю к этому эксперименту то есть вот так у нас сегодня будет мы с вами как всегда поварим там стилизировать чуть-чуть стилизнем вот потому что сделаем один кадр и я не собираюсь там делать много сегодня один ну все тогда долго не будем отладывать в какой-то там ящик долгий да я пойду переоделась и мы начнем с вами готовить ну вот я в форме и мы начинаем потребуется нам три здоровенных картофелины оливковое масло морская соль и на первых порах пожалуй все мы сейчас нарежем мелкими дольками картошку посолим ее смажем сверху масло и поставим в печь кстати надо ее начинать разогревать режем не до конца картошка могла потом раскрыться морской солью маленько прокладываем так это крупный теперь смазываем оливковым маслом и помещаем в печь на 30-40 минут излюбленным приложением или к печеному картофелю или картофелю в мундире немцы делают творожную такую массу с различными приправами которую мы сейчас с вами и изготовим пока она там доходит дома так возьмем теперь этот творог я возьму половинку теперь пару ложечек молока и все это теперь забьем надо взбивать в такую кремистую массу вот так это должно выглядеть теперь порежем лук мелко мелко это оставим пока потом сверху будем добавлять ну и петрушечки тоже не помешает порежем на мелкие кусочки так тоже и и и и и и и и и так ложечку подсолнечного масла вернее это оливковой я добавлю еще пару маленьких долек чеснока это можно делать можно не делать на вкус я никогда не пользуюсь чеснокодавкой потому что она выдавливает весь этот сок вместе и тогда чеснок он слишком резко становится его становится слишком резкий и не все это могут переносить на поэтому я предпочитаю предпочитаю резать и тоже добавим все приправа готова потом когда будем выкладывать вот наверно картошка готова прозвенела мы выкладывает тогда вы может сверху украшать и тут мы им украшать так это более красиво делать так ну вот пришло время заняться стилистикой картошка наша готова хорошо тут так прожарилась на задний план поместим и это впереди еще тут главное которая удалась это вот это вот это так это должно быть кварк или то бишь творог мы помесим сейчас суда такой горочкой отлично здесь начинаю прокладывать украшения наши где-то так на кварк посыпем побольше тоже положим так и я еще решил между этими дольками тоже немножко маленьких проложить так это вот так это выглядит в общем то довольно так аппетитно теперь смажем это еще сверху и пойдем сейчас сфотографируем вот я сейчас все подготовил взял белую крышку стола потому что я буду снимать высоком ключе сзади просто повесил кусочек ватмана чтобы он закрывал там всякие провода и стойки и вот та самая схема о которой мы говорили то есть слева и справа находятся стрипы ну если у вас нет стрипов не огорчайтесь просто сделайте пониже туда свой софтбокс и все но у меня они есть почему не воспользоваться правда так и вот руках у меня зеркало которое должно по идее служить для акцентов расставы расставки акцентов я хочу это сейчас опробовать у меня на камере стоит диафрагма сейчас 6 160 и 100 это выдержка и 100 изо ну железно всегда так обе вспышки стоят равна на 2 и 8 ну и пожалуй все давайте сразу и начнем проверять то есть я включая сначала один софтбокс стрип и проверяем что это дает нам это дает нам вот такую картинку все правильно справа освещено что еще надо что еще надо подключить слева фотографируем ну принципе мне уже нравится но мне не нравится вот это место то есть она плохо она провал там небольшой но и есть провал и вот я думаю именно для этого то он и использует зеркала и сейчас я это сделаю то есть я возьму сейчас зеркало поставлю благодаря моим светильником я могу сразу видеть куда что и вот я направляю в этот провал от свет то есть эффекта у меня идет угол падения угол отражения все нормально и делаем и видим ребята что да получилось посмотрите получился высокий ключ получилось что вот этот провал мы убрали вот смотрите туда и обратно мы убрали этот провал и картинка очень вкусная получилась благодаря тому что мы ее во первых правильно приготовили а во вторых что я перед этим еще так это маслом смазала теперь это блестяще хрустящее и очень вкусно на мой взгляд я сейчас это проверю пошли дегустировать ну и вот дорогие друзья мы с вами создали на мой взгляд очень вкусную картинку так вот еще раз картинка получилась на мой взгляд неплохая и вот такая простая как бы деревенская еда она подразумевает и простое но славящая своим вкусом и традициями пиво это пауланер это баварское пиво почему я не пью из баночек я считаю это неуважением к пиву потому что цвет пена все это тоже радует глаз и это тоже удовольствие зачем себя лишать вот это глыкать то в каких-то баночках не видишь что и так вот на этом я с вами друзья мои прощаюсь я сейчас буду думать что сделать еще мне для стока потому что время поджимает там пасха близится и я буду в этом направлении дальше работать то есть эксперимент продолжается спасибо моим помощникам которые добились уже нескольких продаж большое вам ребята спасибо ну а я не могу дольше сидеть и смотреть на это мне трудно разговаривать поэтому всем доброго пока а